Привет тебе, дорогой зритель канала Правильный Выбор! В этом выпуске я расскажу тебе о лучших моделях видеорегистраторов с Алиэкспресс. На первом месте рейтинга оказался видеорегистратор 70May A500S. Маленький неприметный гаджет, который займет совсем немного места рядом с зеркалом заднего вида. Разрешение камеры просто отличное для того, чтобы четко различать на дороге даже самые мелкие детали. Номера, дорожные знаки и другие важные объекты. Составляет 2592 на 1944. Видеорегистратор умеет работать в двухканальном режиме, поэтому можно подключать как камеры заднего вида, так и салонные, в комплекте их нет. Но у марки 70May можно всегда найти несколько совместимых моделей. Встроен функционал для улучшения качества картинки в ночное время, 3D DNR и WDR. Модель несет на своем борту встроенный GPS-модуль. С его помощью в режиме реального времени можно получить доступ к своему местоположению и скорости. В случае непредвиденной ситуации на записанном видео будет нанесена метка координат. Регистратор может помочь водителю не только путем записи видео, в него встроен механизм ADAS. Это такой специальный алгоритм, который следит за происходящим на дороге и в случае чего напоминает водителю о возможном происшествии. Например, подсказывает о сближении с впереди идущим автомобилем или съезде со своей полосы. В теории устройство может следить за парковкой, пока ты чилишь на диване, но конкретно в нашем с тобой образце такой возможности нет. Нужно будет докупить отдельный специальный модуль. Существует приложение для двух главных мобильных платформ, подходящее для всех регистраторов марки 70May. Оно помогает работать со снятыми роликами, а также обновить прошивку регистратора. Рейтингу приложения не ахти и до конца непонятно, кривое оно или программное обеспечение на самом устройстве. А может быть и то и другое. Напиши в комментариях, если сталкивался с регистраторами от 70May и разобрался с их приложением. Может это поможет другим зрителям. В целом модель отлично сбалансирована по своей цене и качеству. Имеет весь необходимый функционал для выполнения своей главной задачи. Все дополнительные возможности можно всегда докупить в виде отдельных модулей. Обойдется этот видеорегистратор примерно в 6300 рублей. Как и всегда ссылки на все модели ты найдешь в описании к ролику. Там же будет лежать небольшой приятный бонус в виде промокода. Второе место у нас с тобой занимает модель Ti6X5. Это совсем крохотный регистратор с набором всего того необходимого минимума функционала для обеспечения безопасности. Даже дисплея у него нет. Корпус максимально компактный и обладает такой формой конструкции, которая позволяет ему крепиться жестко на лобовое стекло. Регулировать здесь можно только вертикальный угол самой линзы. Встроенной батареи в нем тоже нет. Питание обеспечивается за счет подключения по USB Type-A к любому внешнему источнику с имеющимся портом. А для возможности получения картинки адекватного управления нужно подключать его к магнитолам той же марки, то есть Ti6. И тогда на экран будет выводиться все, что видит глазок регистратора. Внутри установлено целых 6 стеклянных линз с хорошей свето-пропускной способностью. Угла в 170 градусов вполне достаточно, чтобы захватить все, что находится перед носом автомобиля и даже чуть больше. Разрешение съемки Full HD неплохо справляется с ночной съемкой и делает плохо различимые объекты хорошо видимыми. Но по каким-то причинам не всегда. Периодически на видеозаписи встречаются засветы. Здесь, как и в предыдущей модели, установлен алгоритм ADAS. Он следит за тем, чтобы ты не пересекал свою полосу и мониторит расстояние до впереди идущей машины. Хотя этот алгоритм конкретно в этой модели тоже бывает работает коряво, но работы над этим, видимо, компанией ведутся и ПО для регистратора улучшается. В целом же неплохая и доступная модель для штатных магнитол TiS. Обойдется примерно в 4100 рублей. Не забудь подписаться на канал Правильный Выбор, чтобы всегда первым узнавать о новинках и интересных моделях в самых разных категориях товаров. А еще поддержи меня своим лайком и душевным комментарием. Третье место занимает модель E-Ace A08. Это тип видеорегистратора, который косит под зеркало заднего вида. Небольшой дисплей размером 4,3 дюйма размещается в правой области зеркала. Конкретно наша с тобой сборка, помимо основного регистратора, включает в себя еще и камеру заднего вида. Основная камера снимает в Full HD, а задняя в 640 на 480. Производитель клянется, что у основной камеры внутри установлено 6 стеклянных линз, которые обеспечивают наитончайшее проникновение света на матрицу. Углы съемки у основной камеры комфортные 170 градусов, а у задней 140. Вообще, в целом, задняя камера выглядит как приятная дополнительная игрушка к основному регистратору, и ее разрешения в наш цифровой век явно маловато. Тем не менее, она обладает четырьмя светодиодами, автоматически включается при движении задним ходом и защищена от проникновения влаги. Кстати, на экран могут выводиться изображения сразу с двух камер по типу картинка в картинке. Присутствует у модели какой-никакой WDR. Но не всегда и не все получится разглядеть после ночной съемки. Учитывая, что за весь комплект восточные друзья просят около 3500 рублей, смотрится набор довольно привлекательно. Четвертое место достается MaruBox M600R. И это полноценный комбайн, который сочетает в себе видеорегистратор, радар-детектор и GPS-информер. Производитель гордится тем, что в его устройстве трудится процессором Borello A7LA50. Именно он отвечает за вычислительные мощности при обработке изображения. Снимает камера в разрешении 2304 на 1296. Угол съемки достаточно комфортный – 170 градусов. Экранчик установлен размером 2,7 дюйма, и его вполне хватает и для настроек, и для беглого просмотра записанного ролика. Что касается радар-детектора, то он детектит огромное количество самых разных камер и радаров, в том числе сигнатурным методом, чтобы отсекать ложные срабатывания от всякой невинной электроники. Питание здесь осуществляется от бортовой сети, но чтобы ты не потерял важную видеозапись, установлен суперконденсатор. Он, если что, успешно дозапишет настройки и последние видеофайлы. Встроенный приемник GPS проставит на записях координаты и скорость. Обойдется эта модель примерно в 8000 рублей. На пятое место у нас с тобой становится E-Ace B28P. Это универсальная модель с большим экраном в 4 дюйма, максимально поддерживает три камеры сразу, но в нашей с тобой сборке в комплекте есть только две. Это основная, которая следит за дорогой, и внутренняя, которая смотрит в салон. Основная ведет съемку в Full HD, внутренняя в HD. Изображение с обеих камер может одновременно выводиться на экран в режиме картинка в картинке. Есть датчик удара и циклическая запись. Можно подключить и монитор парковки, но потребуется докупить один специальный модуль. Неплохая модель, которая сразу дает тебе две камеры, обладает большим экраном и вполне достойным качеством съемки. Стоит такая модель 6500 рублей. На шестом месте у нас с тобой еще один представитель марки 70May. И это снова мимикрия под зеркало заднего вида. Только теперь тот экран размазывается на всю площадь конструкции, в итоге диагональ дисплея составляет 9,35 дюймов. С тыльной стороны вмонтирована крохотная камера, которая ведет съемку в разрешении Full HD. Поддерживается подключение камеры заднего вида, монтируется регистратор прямо на существующее зеркало с помощью довольно простых креплений. В модель внедрен модуль Wi-Fi, поэтому можно подключить к нему смартфон с установленным приложением 70May. Оно нужно для того, чтобы навести порядок в видеофайлах, а также при необходимости обновить прошивку устройства. Сам по себе регистратор весьма неплох, обладает достаточным разрешением, экран очень удобный для использования. Но вот цена примерно в 8600 рублей выглядит немного завышенной. Baidu Lua завершает мой рейтинг. Эта модель имеет две камеры в одном корпусе. Первая смотрит наружу и вперед, а другая снимает салон. Причем обе делают это в разрешении Full HD. Но с разными углами обзора, внешняя 170 градусов, внутренняя 120. Также поддерживается установка внешней камеры заднего вида. Дисплей установлен вполне комфортный для настройки и просмотра видеофайлов размером в 2 дюйма с IPS-матрицей. Модель обладает функцией циклической записи. В целом это достаточно простой видеорегистратор без каких-либо уникальных технологий и инноваций. Обойдется он примерно в 3300 рублей. Если тебе понравился какой-то регистратор, то обязательно загляни в описание, там есть все ссылки и промокод для тебя. Не забудь подписаться на канал Правильный Выбор, поддержи меня лайком и комментарием. А я с тобой прощаюсь, встретимся в следующем ролике.